Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Мирамгуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Почему адвокаты подсудимых по делу Серика Ахметова хотят уйти на больничный? Какие требования озвучили правозащитники судей Исламбхану Исинбаеву? Тяжело 6 часов сидеть без спинки стола, не облокотиться, спина болит. Завтра мы все на больничный идем. К 13 годам тюрьмы осудили 45-летнего жителя Тимиртау, который агитировал молодежь к терроризму. Жители Массевой и в микрорайоне Шахтерский наконец наладят освещение. Экс-Аким Караганды Мирам Смогулов отремонтировал сауну почти за 10 миллионов бюджетных тенге. Прокурор, выступая на судебном процессе по громкому делу Серика Ахметова, фигурантами которого являются карагандинские высокопоставленные чиновники, озвучил весьма любопытные подробности о деятельности теперь уже бывшего Акима Караганды. По данным следствия, Мирам Смогулов пообещал победу в тендере одной строительной компании в обмен на ремонт собственного дома. В итоге благоустройство жилья градоначальника частной фирмы обошлись почти в 10 миллионов тенге. Кутаев силами работников ТО «ЮТЭКС» выполнил ремонтные работы в цокольном помещении его жилого дома, а именно облицовку и часовую отделку помещения, электромонтажные работы, установку сауны со сборкой деревянных конструкций и монтаж сантехники. Всего на общую сумму 9 миллионов 956 тысяч 380 деньгей. По словам прокурора, когда в честности проведения тендеров усомнились в финансовой полиции, градоначальник попытался скрыть коррупционное преступление и обязал строительную компанию составить фиктивный договор на ремонт дома задним числом. «Узнав о проводимых в отношении его сотрудниками финансовой полиции проверочных мероприятиях, смогу в целях сокрытия совершаемого им тяжкого коррупционного преступления, 8 января 2014 года поручил Кутаев подготовить фиктивный договор на ремонт его дома на сумму 2 миллиона 700 тысяч тенге, прошедшей датой 8 августа 2013 года». Тем временем в ходе процесса по делу Серика Ахметова адвокаты подсудимых настоятельно попросили заменить неудобные скамейки в зале суда на более комфортабельные. В противном случае адвокаты грозят уйти на больничной. «Тяжело сидеть без опоры для спины с кем-то времени». «А как вы думаете, что нужно установить?» «Сегодня было озвучено председательствующему по делу». «Вы думаете, вас услышат?» «Я так думаю, что да». «В плане организации процесса тяжело 6 часов сидеть без спинки стола, не облокотиться, спина болит. Завтра мы все на больничную идем. Обеспечите нам, пожалуйста, чтобы мы могли хотя бы поменять вот эти лавочки с спинками и вам дают спинечку». «Вопрос будет доведен до соответствующих вещей службы, чтобы они рассмотрели». Между тем, уже несколько раз представитель Фемиды просил отключать сотовые телефоны во время заседаний. Однако многие подсудимые и адвокаты процесса его не слышат. Некоторые участники судебного заседания, чтобы скоротать время, развлекают себя как могут, вместо того, чтобы слушать обвинительное заключение по делу в отношении экс-премьера Ахметова и других бывших высокопоставленных чиновников областного и республиканского уровня. Подсудимые и их адвокаты играют в интеллектуальные игры на сотовых телефонах. Судье приходится несколько раз в течение дня делать замечания. Николай Кровец, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинском межрайонном суде к 13 годам лишения свободы осудили террориста Жанабека Кибегулова. Его вина в преступном умысле и агитации к терроризму, возбуждении религиозной вражды и розни, а также нарушении еще нескольких статей Уголовного кодекса была полностью доказана. Жанабек Кибегулов был задержан 21 января этого года в Тимиртау. Против 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Пропаганда терроризма» и публичные призывы к совершению актов терроризма. Он призывал жителей города Металургов совершить вооруженный джихад. Тех, кто не поддерживал радикальный ислам, он называл кафирами, то есть отверженными. Состоял в международной экстремистской группировке «Имарат Кавказ». Кибегулову Жанабеку Бибаучу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием меры наказания в исправительной колонии строгого режима. Аким области Нурмухамбет Абдебеков посетил уникальное производство по выращиванию осетра, свинины и изготовлению мясных деликатесов, которые находятся в селе Дубовка. В год предприятие выпускает около 25 тысяч тонн редкой рыбы и до двух тонн изделий из мяса. Обслуживать свои помещения электроэнергией и теплом производство планирует самостоятельно за счет переработки биологических отходов своих питомцев. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков познакомился с новым объектом. Площадь предприятия 860 квадратных метров. На огромной территории расположены цеха по выращиванию осетр, свинины и переработке биологических отходов животных. Изначально завезли просто икру украинской осетры. Из нее и развели рыбу. Пока готовую продукцию реализуют лишь в малые частные организации, такие как рестораны, супермаркеты. Агропромышленный комплекс также занимается выращиванием поросят крупной белой и породы дюрок. Изготавливает мясные деликатесы, выпускает до 2000 тонн колбасных изделий, 10 наименований. На производстве трудится около 100 человек. К слову, электроэнергию и тепло предприятие вырабатывает самостоятельно. Все это благодаря новой технологии переработки биологических отходов. Аналогов такого генератора пока в Казахстане нет, говорят работники комплекса. На данный момент он работает на 40%, до конца года он будет запущен на все 100%. То есть выйдет на проектную мощность 450 кВт в час. Сейчас у агропромышленного комплекса пока 12 бассейнов с рыбой. В будущем владельцы планируют построить еще два отдела. Айам Амрина, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Аким области Нурмухамбет Абдебеков встретился с членом коллегии министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии президентом российского холдинга Белгру. Чиновники обсудили вопросы электроосвещения шахтерской столицы. По словам Сергея Сидорского, Георгия Босса в Караганду их направил сам президент Нурсултан Назарбаев. За непринужденной беседой чиновники обсудили новые технологии в электропромышленной отрасли. Иностранные гости рассказали о своем передовом опыте. Привели в пример Москву, где все электричество управляется через единую систему. Предложили такое же сделать и в шахтерской столице. Сегодняшняя наша встреча с вами, она носит абсолютно системный характер. Мы много работаем сейчас над основным направлением промышленного развития. На ближайшие пять лет я оставил в Астане. Сегодня будет большая группа наших специалистов, которые будут отрабатывать с Казахстаном. Это будет общий системный документ. В ходе заседания обсуждались вопросы энергоэффективности в коммунальной сфере. А также были рассмотрены предложения холдинга BL Group по проектированию, производству, поставке оборудования, монтажу и технической поддержке световых систем. Все-таки цена вопроса относительно и выгод по сокращению затрат. Современные технологии, они позволяют еще и при этом значительно сократить затраты на освещение. Это достаточно серьезная статья, которая в городском бюджете есть. Встреча закончилась на дружественной ноте, пока стороны пришли к единому соглашению обменяться контактами и провести совместную консультацию по организационным вопросам реконструкции электрических сетей Караганды. Аймамрина Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Точный для тех, кто ценит качество. Да будет свет! Жителям Осевой повезло. На их улице и в микрорайоне Шахтерский наконец наладят освещение. Школы докупят недостающие учебники к сентябрю, а в отделе занятости и соцпрограмм обустроят пандус и санузлы для удобства особенных людей. Эти и другие новости стали известны на внеочередной 48-й сессии гормаслихата, где уточнялся бюджет Караганды. Все подробности у Сергея Высокосова. Внеочередную сессию депутаты созвали, чтобы решить несколько вопросов. Основное из них – уточнение бюджета города на 2015-2017 годы. В рамках бюджетного кодекса расходная часть была уменьшена. Это стало возможным за счет экономии средств и перераспределения свободного остатка денег. Все просто – изменились трансферты из вышестоящих бюджетов, значит и городская казна должна быть скорректирована. В представленном проекте бюджета города изменены объемы целевых трансфертов, выделяемых из вышестоящих бюджетов на сумму 596 миллионов 67 тысяч тенге. Уменьшение на 39 миллионов 345 тысяч тенге связано с корректировкой количества получателей внутренним перераспределением средств. Увеличение на сумму 635 миллионов тенге по реализации начатых инвестиционных проектов. Также расходная часть бюджета города уменьшена на сумму экономии по итогам проведенных госзакупок и оптимизирована по итогам финансовой отчетности за 7 месяцев текущего года. Для школьников на выделенные средства докупят учебники и оборудуют кабинеты робототехники. Для первоклассных приобретут книги «Моя родина Казахстан». Немало денег выделяется на благоустройство парков и скверов, а также нескольких дворов и подъездных путей в микрорайоне «Восток-3». Освещение наладят в Центральном парке на улице Осевой и в микрорайоне «Шахтерский». Для безопасности дорожного движения перенесут светофор со взлетной полосы на дорогу в Тимиртау. Еще один светофор появится на перекрестке улиц Гастелло и Мустафина. А еще нанесут дорожную разметку из термопластика, установят дорожные маркеры, сделают ямочный ремонт, завершат разработку ПСД и реконструкцию автодорог. Предстоят в городской казне и другие расходы, которые утвердили на этой сессии. Отделы занятости и социальных программ на приобретение проездных билетов для социальных работников, обустройство пандусов, санузлов для инвалидов, посещающих отдел занятости и социальных программ. Отделы культуры и развития языков на проведение ремонта зоопарка. Кроме того, мне бы хотелось отметить, что выделяется ассигнование на благоустройство города, ремонт дорог. На 48-й внеочередной сессии также были приняты решения по изменениям в составах консультативно-совещательных органов при Акимате и в утвержденном перечне земельных участков, которые выставлялись на Таргии. Сергей Высокозов, Улжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Казахстане увеличилось количество иностранцев, нарушающих правила паспортно-визового контроля. Это стало известно в ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторами миграционной полиции линейного отдела внутренних дел. По их словам, задержанные иммигранты зачастую находятся на территории нашей страны нелегально. В основном это граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Инспекторами миграционной полиции линейного отдела внутренних дел проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», в котором приняли участие и мы. В ходе рейда побывали на железнодорожном вокзале шахтерской столицы. Полицейские подходили к гражданам, проверяли документы. Карагандинцы к такой бдительности защитников правопорядка, кажется, уже привыкли. Никто не удивлялся. На сегодняшний момент сотрудниками Луудена-станции Караганда-Сортировочных за нарушение правил пребывания на территории Республики Казахстан было задержано 44 гражданина СНГ, которые были подвергнуты различным административным взысканиям. Самым строгим наказанием для незаконно послушных гостей оказывается выдворение за пределы республики. По закону они не смогут въехать в нашу страну в течение пяти лет. Карагандинцы сегодня отпраздновали Международный день молодежи. В Центральном парке культуры и отдыха парни и девушки станцевали флэш-моб. К их веселью могли присоединиться и другие отдыхающие. На танцевальном марафоне побывала и наша съемочная группа. На площади в Центральном парке оживленно. За считанные минуты собрались парни и девушки. Все они, как оказалось, пришли на флэш-моб в честь Международного дня молодежи. Не остались в стороне от всеобщего веселья и более взрослое поколение. Среди танцующих особым задором выделялись и пожилые люди. День молодежи вообще классно проходит, весело, очень круто, вообще словами не сказать. Организмам желаю всегда быть веселыми, никогда не унывать, всегда в хорошем настроении, чтобы были. Организаторы акции Центр молодежных инициатив к флэш-мобу подготовились основательно. Пригласили танцевального инструктора. Но в том, что ребята у нас сейчас не очень активные, винят в основном социальные сети. Вот таких вот промоутеров, вот таких вот конкретных акций, которые будут проводиться в позитивном ключе, если будет это широко освещаться именно в электронном СМИ, тогда, я думаю, мы можем противостоять различным негативным потенциям для молодежи. 12 августа Международный день молодежи отмечают все страны. Официально этот день признали в 1999 году Генеральной ассамблеей ООН. По словам организаторов флэш-моба, аналогичные акции сегодня прошли во всех городах Казахстана. Айам Амрина, Олжас Габасов, Эрман Нартаев, Первый, Карагандинский. Штормовое предупреждение. По информации Казгидромет, 13 августа в нашей области ожидается усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду. Гроза, резкое похолодание, возможен град, преимущественно на северной половине области. В связи с этим жители региона призывают быть осторожными. Об усложнении обстановки докладывать немедленно по телефону 43-36-36 или 112. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть полезная информация, звоните к нам по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман, сау, волныздар! Субтитры создавал DimaTorzok